Татьяна Живжаренко руководила группой компаний-поставщиками автоваза. За несколько лет предприятия заработали хорошую кредитную историю. Тогда Татьяна создала несколько фирм с такими же названиями и взяла кредиты в нескольких банках. Когда пришло время платить по счетам, фирмы оказались пустышками. Банкам, как доказало следствие в суде, был нанесен ущерб в 220 миллионов рублей. За мошенничество в особо крупном размере Татьяну Живжаренко приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Ходатайство об условно-досрочном освобождении подал защитник осужденной мошенницы. Большую часть срока женщина провела в следственном изоляторе. Сейчас она находится в колонии общего режима. Ей осталось отбывать наказание чуть больше двух лет. На заседании сторона обвинения просит пригласить потерпевших, представителей банков и кредитных организаций. Имеется необходимость в истребовании информации о позиции по данному вопросу от потерпевших, информации о отношении к вопросу условно-досрочного освобождения, информации о реально принятых мерах по возмещению причиненного преступлениями Живжаренко имущественного вреда. В ответ защитник и адвокат выдвигают несколько требований. Сделать запрос о зарплате осужденной и прояснить ситуацию с ее имуществом. На сегодня 12 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости Татьяны Живжаренко стоимостью более 300 миллионов рублей находится под арестом. Почему до сегодняшнего дня аресты не сняты, имущество не реализовано, почему потерпевшие не получили возмещение того вреда, которому было причинено преступлением, мне непонятно. Без этого вопроса, то есть дважды человека наказывать за одно и то же, я считаю, что это незаконно. Законных оснований для отказа в условно-досрочном освобождении на сегодняшний день не существует. Заслуживает ли Татьяна Живжаренко условно-досрочного освобождения, решит суд. Заседание отложили до 17 ноября. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События.